Давайте поговорим об этих ETF. Затем я хочу поговорить о более широком понимании того, куда идет рынок и куда идет крипта, что сейчас происходит. Но вначале расскажите более подробно об этих ETF и что вы пытаетесь делать. Да, совместно с нашим партнером 21Shares, который является крупнейшим в мире провайдером крипп продуктов, торгуемых на биржах, в большей степени сосредоточенной на европейском рынке, мы запускаем 5 ETF. Наша стратегия сосредоточена вокруг биткоин фьючерсов, фьючерсов эфиров. Один ETF будет по фьючерсам биткоин кэш, один будет по фьючерсам эфира и биткоина, а последний более обширный. По биткоину и акциями компаний, работающих с криптоактивами. Как часто у тебя в голове всплывает ситуация, когда сек берет и говорит тебе «Окей, вытаскиваем кота из мешка» и теперь вы действительно можете выпустить ETF, позволяющий напрямую инвестировать в биткоин? Да, это определенно может произойти. Мы считаем это уместным. На мой взгляд, данные стратегии больше относятся к институциональным инвесторам. При этом спот биткоин ETF будет больше ориентирован на розничного покупателя. Это то, что вы в конечном итоге хотите? Спот биткоин? Да. Да, дело в том, что если вы посмотрите на очередь, то наша заявка на него идет следом. Да, да, я знаю, вы в списке, но вопрос в том, что... Позвольте спросить так. Эти 36 тысяч долларов, как ты думаешь, то движение, которое мы наблюдаем в цене по биткоину за последние, не знаю, два месяца, как сильно на это повлиял отложенный спрос и предвкушение по решению SEC? Ведь ребята, такие как BlackRock, Fidelity, а также вы, вместе с другими, подали данные заявки, ожидая, что сейчас вероятность того, что их одобрят больше, чем, скажем, год или два назад. Это реалистично или это заблуждение? Что это? Да, я думаю. Я думаю, поменялось вот что. SEC начала задавать нам вопросы. Она спросила нас. BlackRock, я думаю, много кого еще. Тогда, как ранее, наши заявки просто отклонялись. И это серьезный двиг с места. И знаешь, за эти годы я познакомилась со многими исследователями из SEC. И знаешь, я была очень впечатлена. Я была впечатлена теми вопросами, которые они нам задавали. И какие же они задавали вопросы? Многие из них глубоко техническими. Все по защите потребителей. И, конечно же, основной блокер, по крайней мере, с точки зрения Гэри Гэнслера, в том, что он считает, что биткоин можно манипулировать. Но ведь ты знаешь, что это децентрализованная и прозрачная сеть. Ты можешь отследить все действия онлайн, а на крайне. Это и должно быть так. Он учился. Он понимает, Кэти. У него есть знания, которыми обладает не так много людей. Многим людям не хватает знания о том, как это устроено, чтобы принять обоснованное решение о биткоине. Он это изучал в МТИ. Так что он понимает, что это не финансовая пирамида или не детские игрушки. Так что должно быть дело в чем-то другом. Что ж, я не знаю, в чем дело. Я знаю, что имеют место спекуляции о его планах стать министром финансов рано или поздно. Считать для правительства фиат? Ну, серьезно? Он очень зациклен на долларе. Ну, не знаю, я сама не понимаю, ведь он определенно все понимает. Хорошо, к этому еще вернемся. Но насколько ты думаешь спекуляции о принятии биткоин ETF повлияли на цену биткоина? И является ли данная ситуация под названием «покупай слух и продавай новости» или это непосредственное влияние, если все-таки будет удобрение? Я уверена, что какое-то ожидание есть. Даже может произойти то, что называется «продавай новости». Но базовые показатели биткоина, которые мы публикуем ежемесячно и по которым вы можете видеть состояние здоровья сети, похоже, у нас бычий рынок. И, конечно же, у нас будут взлеты и падения. Ничто не движется по прямой вверх. Но я думаю, что это полет к качеству. Данную фразу использует Ларри Финк, а мы это называем полетом в безопасность. Посмотри, что происходило во время регионального банковского кризиса. Биткоин вырос с 19 тысяч до почти 30, в то время как региональный фондовый банковский индекс КРЭ схлопнулся. Если сегодня посмотреть на банковский фондовый индекс, то он приблизился к отметке, на которой он был в марте. Так что Ларри может назвать это полеты к качеству. Это является правдой и хорошо. Но мы это называем полетом в безопасность, так как у биткоина нет контрагентских рисков. А если вернуться к запускаемым ETF, этим акциям для инвестирования, связанным с биткоином, что, на твой взгляд, покажет лучшие результаты, скажем, за будущие пять лет? ETF? Эти акции, связанные с биткоином? Или сам ETF? Мы полагаем, что биткоин покажет лучшие результаты в долгосрочной перспективе, но это диверсифицированная инвестиция через акции разных компаний. Мы пытаемся найти компанию, которая создаст цифровой кошелек, и это будет очень важная позиция. Будет ли это Coinbase, Square, будет ли роббингу в Латинской Америке или Mercado Pago? Как много общего между ETF, которые подразумевают инвестиции в акции, и другими ETF, такими как ARK Invest? Я думаю, небольшие пересечения будут в ARKF, портфели финтек-компаний. Да. Ты сейчас перечислила компании, у всех из которых были так называемые проблемы с акциями, включая компанию Robinhood. Как, на твой взгляд, у них идут дела сейчас? Мы полагаем, что у всех этих компаний есть отличные возможности в сфере цифровых кошельков. Если взять WeChat Pay, то в подобных цифровых кошельках есть все финансовые услуги, включая прямые взаимодействия, платформы коммерции. И мы считаем, что хоть рельсы в США были достаточно хороши, но дорогу указывают WeChat Pay. Так. И я думаю, нам стоит... Но значит ли это, что победителем будет один игрок? И, кстати, этим победителем хочет быть Илон Маск со своим X. Абсолютно, абсолютно. Я думаю, у него большие планы. Он начал финтек и, конечно, продал PayPal, так что... Кэти, про Coinbase. Я заходил и листал с монетами четыре страницы. В итоге все приходит к тому, что люди говорят, что есть биткоин и все остальное. Ты думаешь, что есть приложение для блокчейна, содержащее что-то такое, что изменит мировое лидерство биткоина? Что-то другое, что вы туда поместите? Да, конечно. Причина столь высокого внимания на эфириум в том, что сеть смарт-контрактов – это децентрализованная финансовая сеть. Это серьезное дело. То есть биткоин и эфир – что-то помимо этого? Что ж, инфраструктурные игроки, такие как Солана, у Солана хороший результат. Если посмотреть на эфир, он был дешевле и быстрее, чем биткоин. Вот так появился эфир. А Солана еще быстрее, эффективнее эфира. Здесь играет роль инфраструктура, и мы верим в успех Web3, в цифровые активы. На самом деле это большая идея цифровых активов с правами на имущество. Впервые в истории мы видим передачу прав на имущество онлайн. Как ты думаешь, ведь кто-то может взять и сказать, окей, будет биткоин 2.0. Кто-то его придумает. Не знаю, может ли быть что-то еще более идеальное, чем биткоин. Может ли что-то быть еще более идеальное, чем биткоин? Я думаю, что большинство людей понимают, что биткоин – это революция в деньгах. Это первое глобальное… Многие люди не понимают, они не читали про это. Частная, нет никакого государственного контроля, цифровая и очень важная, основанная на правилах кредитно-денежной политики, системы в истории. Артур Лаффер, мой профессор, наставник и друг, с которым мы впервые познакомились и купили биткоин в 2015-м, когда он понял, что это такое, он сказал, «Я этого ждал с момента, когда они прекратили обеспечение доллара с золотом в 1971 году». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...